Речь в этой передаче пойдет о жизни в Царстве Божием, в Царстве, где мы правим как короли и королевы. Вопрос в том, как же это происходит. В этом выпуске мы углубимся в эту тему. Хорошие короли живут в согласии со своими приоритетами. Возможно, мы все ощущаем, что время как песок утекает сквозь пальцы. Незаметно для вас пролетают дни. Вы, возможно, спрашиваете себя, что же я успел сделать сегодня? Получаю ли я от жизни все то, что могу получить? Я помню свой день в третьем классе младшей школы. Я сидел в старом классе школы, построенной еще в 20-е годы. Там был огромный газовый камин для обогрева зимой. Это был понедельник, трудный день. В моем случае 30 ребятам в классе нужно было прочитать наизусть стих из псалмов. И мы 30 раз слышали одно и то же. Один читал, запинаясь, другой заикаясь, потом был урок арифметики, а потом урок правописания. А потом чисто писанием, а затем еще урок чтения вслух. Этот день тянулся вечно. Перемены же были всегда слишком короткими. Я также припоминаю свои первые поездки на американских горках на аттракционе «Питон» в парке «Эфтолинг». Я могу сказать, что такой день просто пролетал незаметно. И вот мне сейчас 45 лет, и у меня такое чувство, что время бежит все быстрее. Жизнь как поездка на американских горках. Она прекрасная, захватывающая, бросающая вам вызов. В ней есть счастливые, грустные моменты. Бывают минуты, что ваша жизнь переворачивается с ног на голову, и вас закручивает в водовороте событий. И прежде чем вы это осознаете, она уже пройдет. И вы спрашиваете себя, успел ли я насладиться ее прекрасным видом. Успел ли я насладиться силой, которая была в моем теле, тем драйвом, который дает жизнь, ее скоростью и адреналином. Вы зададите тогда себе вопрос, получилось ли у меня взять от жизни все, жить как король. Короли строят, расширяют границы, короли обновляют. Короли изменяют порядки. Они оставляют наследство, оставляют след в истории. Президенты, короли настоящего времени думают о том, что же они реализуют в первые сто дней своего правления. «Какой же я оставлю след?» И они делают это, живя и действуя, согласно своим приоритетам. Знать, где лежат ваши приоритеты, посвящать им свое время, деньги и вашу энергию. Делу время. Значит, жить согласно вашим приоритетам. Это значит оставить след, отличиться, оставить наследство. Не позволить миру отвлечь вас от важных дел, потому что мы хотим оставить нетленное наследство. Оставить нетленный след. Это то, чего мы хотим от своей жизни. Мы сыновья и дочери Господа. Поэтому я хочу сегодня рассказать вам о трех приоритетах, которые позволят вам жить жизнью, которая ставит свой след в вечности. Мой первый пункт — это приносить плоды. Обратимся к Евангелию от Марка. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Библия говорит нам здесь, когда Иисус начал свое служение, Он проповедовал Евангелие. Если вы спросите у людей, что такое Евангелие, то вы получите множество самых разных ответов. Попробуйте сами, что же такое Евангелие. Евангелие, которое проповедовал Иисус о том, что приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Повернитесь лицом к Нему и уверуйте. Это краткое резюме о содержании Евангелия. Фарисеи спрашивают у Иисуса, «Если оно так близко, что же будет, когда Царство Божие настанет?» Иисус отвечает в Евангелии от Луки. Быв же спрошен фарисеями, «Когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, «Вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Царство Божие неосезаемо. Царство Божие внутри нас. Евангелие — это Иисус. Он вседержитель, и Он в нас. В Евангелии говорится, что Он вседержитель, и Он полностью един с нами. Евангелие — это Он, изгоняющий смерть из нас. Он вдыхает в нас жизнь. И так Он дарует нам вечность. Не я живу, а Христос и Иисус живет во мне. Хорошие новости в Евангелии. Все то, чем является Иисус, то есть Я. Он и Я — победители над грехом, над миром, дьяволом и смертью. Иисус — это любовь. И эта совершенная любовь живет во мне. Если Иисус живет во мне, то Он принесет Свои плоды в моей жизни. Он — виноградная лоза, а Я — победитель. И наш божественный плод — виноград любви. Бог — это любовь. Вода, которая течет по виноградной лозе и по побегу. Это и есть дух любви. Божественный плод — это буквально плод Бога. В нас — это божественный виноград, который имеет пять вкусов. Хорошо бы спросить себя, есть ли эти вкусы в моей жизни. Люблю ли я Отца? Есть ли во мне любовь ко всем верующим? Люблю ли я потерянных людей вокруг себя? Есть ли во мне любовь к святому? Или же я больше склоняюсь ко греху? Люблю ли я справедливость? Будьте честны с собой. Если у вас нет этого плода, то Иисуса у вас нет. Здесь мы подходим к нашему самому высокому личному приоритету — приносить плоды Божие. И Отец наш, как крестьянин, радуется обильному урожаю божественных плодов. Другими словами, Он радуется обилию любви. Мы — побеги. Мы созданы для того, чтобы приумножать божественную любовь. Поэтому Отец подрезает нас. Он подрезает нас, чтобы мы еще больше излучали любви, чтобы мы были еще ближе к нашей цели. Как же Отец подрезает нас? Немного страшно от такого слова «подрезает». Правда? Он подрезает нас словом. Это означает, что Он взращивает нас любовью. Это означает, что Он растит нас посредством Духа Святого. Видите? Отец приходит со словом Своим и указывает на что-то в вашей жизни. Он говорит вам, «От этого пострадает хороший урожай, который ты можешь получить». Можно я обрежу этот побег секатором? Он не все подряд обрезает, а лишь те побеги, которые мешают расти нашему побегу, нашей виноградной лозе, чтобы она смогла принести наибольшее количество плодов. Только благодаря Ему мы плодородны. Это слово, струящееся в нас, приносит плоды. Это слово, подрезающее ненужные побеги в нашей жизни, чтобы само слово могло приносить максимальные плоды. Благодаря слову в нас мы можем жить плодотворной и полной жизнью. Многие люди стремятся быть верными, но приносить плоды намного важнее верности. В притче о добром самаритянине, священник и левит следуют вере, верно ей, а добрый самаритянин приносит плоды любви. Чью сторону вы займете в этой истории? Если мы хотим жить той жизнью, которая будет менять вечность, нам нужно приносить плоды любви. Как же нам это сделать? Очень просто. Посредством веры. Какой же вера? Вера в то, что мы есть в Иисусе, и Он в нас. В то, что Царство Божие существует внутри нас. А знаете, это вера в надежду, и эта вера в надежду зарождает любовь. Только в таком порядке. Вы верите в надежду, только так вы приносите плоды. Плоды любви. А наша надежда — это Иисус. Наша надежда в наше единение с Иисусом. Наша надежда в то, кто мы есть в Иисусе. То, кто есть Иисус, есть и мы. Наша надежда на то, что ничто не сможет разлучить нас с Иисусом, а внутри нас. И эта вера сама по себе приносит любовь. Любовь к Богу. Любовь друг ко другу. Любовь к миру. Любовь к святости. Любовь к справедливости. Я подхожу ко второму приоритету. Все оставить позади. Звучит, конечно, радикально. А так оно и есть. Но Евангелие Иисуса было и есть. Царство Божие близко. Покайтесь и уверуйте. Покайтесь. Обратитесь в веру. Эти действия требуют от вас кардинальных перемен. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея. И что Иисус говорит нам? «Еще подобно Царство Небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное, купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Иисус сравнивает наступление Царства Божьего с предпринимателем, который продает все, что имеет. Он продает все, чтобы купить самое важное, сокровище или жемчужину. А это и есть Царство Божие. Представьте себе, вы можете купить золотые яйца, или сразу курицу, которая несет золотые яйца. «Умный предприниматель продает все, что имеет, и покупает курицу, несущую золотые яйца». Иисус хочет здесь сказать, «Осмелитесь ли вы сделать ставку на одну лошадь? Осмелитесь ли вы отказаться от всего ради одного дела? Царство Божьего внутри вас? Иисус. Даже если мы верим, мы не всегда живем по нашей вере. Мы живем в режиме «Иисус» плюс еще что-то. «Иисус». Да, прекрасно. Плюс еще дела милосердия. Да, Иисус. Плюс немного греха. А то жизнь будет пресной. Иисус. Да, конечно. Но с прагматичной точки зрения. Немного упрямства. Иисус. Хорошо. Но еще же есть правила и обычаи, которым нужно следовать, иначе вы плохой христианин. Иисус. Плюс ваши собственные чувства. Да. Я за Иисуса. Но вот это для меня хорошо. Я люблю Иисуса. но чувствую себя грешником. Иисус. Плюс ваши собственные ощущения. Готовы ли вы все это продать? Оставить позади ради веры лишь в одного Иисуса. Курицу, которая несет золотые плоды. Божественные плоды даруют вам вместо того, чтобы самим собирать их. Да. Но если вы это сделаете, то каждый будет делать то, что хочет. Для чего тогда нам, наши прекрасные христианские принципы? Этот вопрос вы задаете, потому что вы еще не верите, что одного лишь Иисуса достаточно. Вы желаете иметь свое собственное богатство, свои плоды, свою мудрость, ваши собственные чувства, которые вы стремитесь сохранить. Но одного Иисуса достаточно. Он приносит с собой все, в чем вы нуждаетесь. В этой жизни и в жизни вечной. Иисус – драгоценная жемчужина. Иисус в нас – это жизнь вечная. Иисус в нас навеки соединяет нас с Господом. Иисус в нас делает нас святыми. Иисус в нас нашими руками творит милосердие. Иисус в нас освобождает нас от власти дьявола. Иисус в нас делает нас победителями в этом мире. Иисус в нас делает нас победителями над грехом. Благодаря Иисусу в нас мы больше не грешники. Благодаря Иисусу в нас мы справедливы. Благодаря Иисусу в нас мы плодородны. Благодаря Иисусу в нас мы наследники. Благодаря Иисусу в нас у нас есть пожизненная страховка, что ничто нас не разлучит с Ним. Давайте сейчас посмотрим на человека, который находится рядом с Иисусом, того, кто хочет достичь жизни вечной, но он не обратился в веру Иисуса. В Библии говорится, и вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И этот вопрос, дорогие мои, от человека Плотского, что же мне сделать, чтобы получить вечную жизнь? Что мне нужно сделать, чтобы не потерять вечную жизнь? Что же я еще могу сделать, не потеряв при этом жизнь вечную? Как долго я могу продолжать жить так, прежде чем мой образ жизни станет греховным? Где же разница между добром и злом? Такие вопросы могут задавать только лишь дети Адама. Мы хотим знать, что такое добро и зло. Мы хотим различать добро и зло. И понимать, где проходит граница, что возможно, а что нет. Заповедь же гласила, не есть плодов с этого дерева. Потому что плоды этого дерева вас смертельно отравят. Нам можно было есть плоды дерева жизни. Иисуса, и всех других деревьев. Но если я ем плоды с дерева жизни, и еще плоды с дерева познания добра и зла, это тоже будет неправильно. Вы все равно умрете. А это глупо. Заповедь гласит, вы сдержитесь от желания познать добро и зло. Наслаждайтесь тем, что Иисус внутри вас и ешьте плоды всех других деревьев в мире. Избегайте лишь одно единственное дерево. Избегайте закона. Знаний о добре и зле. Закон приведет вас к смерти. Ну а далее? В Библии мы можем прочитать вот что. Это 17 стих. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 18 стих. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствуй. 19 стих. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. 20 стих. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Я очень хороший человек. этот молодой человек высокомерно спросил у Иисуса, какие такие заповеди. Обратите внимание, существовал лишь один закон в Израиле, и это говорит многое о его отношении. Иисус же еще перечисляет для него все заповеди, и этого должно было бы достаточно быть для того, чтобы признать, что он этого выполнить не может, и никто не может. Этот же молодой человек вообразил себя совершенным, безупречным. Он просто мог быть честным и признать, что никто этого не может. Иисус бы ответил ему, ну, конечно, но тот, кто уверовал в меня, получит жизнь вечную. Вот так все просто. Тот, кто верит в меня, тот совершенен. А далее в 21 стихе сказано, Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Услышав слово «сие», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Если вы хотите быть совершенными, нужно соблюдать закон полностью. Если вы соблюдаете закон, вы соблюдаете его только полностью. Закон заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем, разумом и более всех ваших владений. В Библии говорится, тот, кто подает бедным, отдает Господу. Поэтому Иисус говорит этому юноше, если ты совершенен, хорошо, пойди и раздай свои сокровища бедным. Будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною. Если бы только он был честен и сказал, да, но я так не смогу. А так никто не сможет. Иисус бы сказал, лишь уверуй в то, что я Сын Божий, и этого достаточно. Больше ничего не нужно. Я сделаю тебя совершенным. Далее говорится, Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти, сквозь игольные уши, нежели богатому, войти в Царство Божие. А знаете, понятие «быть богатым» в Библии совсем не относится к деньгам. Богатство здесь — это быть справедливым и доверять лишь себе. Быть богатым — быть независимым от Бога. Быть богатым — надеяться лишь на свои богатства. И об этом нам рассказывает история с фарисеем, стоявшим в храме. Он был горд всеми своими милосердными делами. Грешник же, стоявший рядом, понял, что у него нет ничего, чем бы он мог поразить Бога. И Бог прощает грешника, а богатого фарисея сгоняет из храма. Бог любит людей, которые приходят с пустыми руками и говорят «Господи, у меня ничего нет, но у Тебя есть все. Дай необходимое мне». Иисус учит нас, говоря «Не собирайте приходящих сокровищ на земле, собирайте лишь вечные сокровища на небе». Дорогие мои, какое же наше вечное сокровище на небе? Иисус! Это наше сокровище на небе. Иисус! Наше вечное богатство, плод же, который мы приносим благодаря Иисусу, будет собран владельцем земли, Отцом нашим. Приносить плоды здесь на земле — это собирать сокровища. на небе. Воскресший Иисус предстал перед Иоанном на острове Патмос, продиктовал всем послания общения, среди которых было послание общения Ла-Дикея. Лично я думаю, что община Ла-Дикея — это церковь, в которой люди не были заново рождены. Они похожи на общину Иисуса, но это не так. Иисуса определенно нет в их сердцах. Иисус про них говорит. Я знаю деяния ваши. Вы не холодны, не горячи. Другими словами, вы не придерживаетесь закона, но вы не приняли милость Божию. Вы бедны, слепы, вы нагие, и ваши сердца пусты. Давайте посмотрим на откровение. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг». Дорогие мои, Иисус говорит это не о верующих. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была сарамота ноготы твоей. И глазную мазью помашь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Он любит нас, поэтому Он так понятно объясняет нам и призывает нас уверовать. Иисус здесь дает нам то же послание, что и к жителям Лаодикеи, как и то в Евангелии от Марка. Царство Божие уже близко. Обратитесь в веру. Веруйте в Евангелие. Как близко Царство Божие. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Покаяться значит обратиться к Господу. Пустите Иисуса в свое сердце. Царствие Божие, рай, жизнь вечная в вас. Иисус говорит, тогда вы будете богаты, тогда вы пройдете все испытания, тогда на вас будут белые одежды, тогда вы снова сможете видеть, тогда вы победите, тогда вы будете рядом на троне вместе со Мною. Сейчас мы немного вернемся назад и посмотрим, что Иисус отвечает Петру. Когда богатый юноша ушел от него, тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же нам будет? Иисус отвечал ему, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паке бытии, когда сядет сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилев. И всякие, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Что нам хотел сказать Иисус? Следовали ли вы за Мной после вашего нового рождения, чтобы иметь жизнь вечную? Если вы заново рождаетесь, то вы меняетесь, а когда вы меняетесь, то вы оставляете старое позади. Только когда мы покидаем этот мир, можем мы обрести жизнь вечную. И эта замена часто вызывает напряжение в семейных отношениях. Готовы ли вы, что мнение ваших братьев, сестер, отца или матери не совпадет с вашим? Готовы ли вы поступиться с мнением вашего мужа, жены, следовать за Иисусом всю вашу новую жизнь? Чьим мнением вы руководствуетесь? Чтобы унаследовать вечную жизнь, говорит Иисус, мы должны делать выбор, который может нам дорого стоить. Иисус говорит, следуй за Мной в новом рождении. Я перехожу к моему последнему приоритету, следовать за Иисусом в новом рождении. Мы начали с вами первую главу Евангелия от Марка. Царство Божие близко. Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Кто верует и будет крещен, Евангелие просит ответа вашей реакции. Вы можете принять, можете отказаться. Если вы принимаете, то вы верите в откровение Божие, в Царство Божие внутри вас, и вы позволяете себя крестить. Иисус говорит, кто будет веровать и креститься. Никодим встречает Иисуса в тайном месте. Ему любопытно. Он хочет больше узнать об Иисусе, ведь он послан Богом. Может быть, Никодим это тот самый богатый юноша, который все же вернулся. Никодим словно слепой трогает его руками, ищет и спрашивает, кто же ты, Иисус? Он очень близко, но кто же ты, Иисус? Иисус касается пальцем больного места и говорит в послании к Иоанну, «Истина, истина говорит себе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Следуйте за Иисусом в своем новом рождении. Если мы не будем заново рождены, мы не сможем увидеть Иисуса таким, какой Он есть на самом деле. Мы будем такими, как Никодим. И мы знаем, что Иисус избранный. Мы ходим в церковь, мы верим в Иисуса, мы рядом с Ним, но есть ли Он внутри вас? Очень многие люди ничего не имеют против веры и покаяния, особенно семья и друзья, но креститься и быть новым созданием, больше не грешить, быть равным Иисусом, о нет, это уже заходит слишком далеко. Мы читали в Библии, чтобы быть с Иисусом, вам нужна глазная мазь. Никодим спрашивает его, как можно заново родиться. Никодиму нужна глазная мазь. А Иисус отвечает, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. для Иисуса крещение не есть нечто второстепенное. Это часть нового рождения. Павел называет крещение ванной нового рождения. Крещение это не ритуал. Крещение это не символичное действие. Крещение это не спектакль, это Иисуса про смерть и воскресенье, который вы играете. Крещение это духовное действие и акт веры. Это доказательство вашей веры в Иисусе Христа. Вы надеваете белые одежды подобно Христу. Это глазная масса, которой говорит Иисус Ладике. Многие люди не хотят креститься, потому что, что подумают об этом другие. Иисус говорит, кто будет свободен от мнения других людей, найдет вечную жизнь. Павел должен был оставить все, что ему было дорого. Его происхождение, воспитание, теологическое учение, прежде чем последовать за Иисусом. Павел все еще был буквально слеп, несмотря на то, что он лично встретился с Иисусом, и только лишь крещение водой смогло помочь ему обрести зрение. Почему сомневаешься ты? Ты еще слеп. Вставай, крестись. И он встал и прозрел. Он был рядом с Иисусом, но он не вошел в Царство Божие. Вы не можете увидеть Царство Божие, если не будете рождены от воды и духа, говорит Иисус. Павел встретился с Иисусом, но он прозрел только лишь после крещения. Он оказался в Новом мире. Дорогие мои, я не заставляю вас креститься. Может быть, это так выглядит, но мое личное задание не больше и не меньше послания от Марка. Это единственное, о чем упоминает Иисус и проповедует это в Евангелии. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вам нужно сделать две вещи. Поверить, что Иисус внутри вас. Курица с золотыми яйцами, приносящая божественные плоды. Отвечать на Слово Божие и креститься. Давайте сегодня правильно расставим приоритетам. Верить, покаяться, далее креститься, получить и приносить плоды. Иисус говорит вам, слышат ли вы меня? Я стою сегодня у ваших дверей, так же, как я стоял у дверей общины Ладики. Это была прекрасная церковь, но я не был в их сердцах. Могу ли я основать царствие мое в вас? А можно я буду Господом вашим? Можно мне дать вам задание? Иисус говорит, вы не холодны, не горячи, вы не мертвы и не живы. Вы не следуете ни закону, ни милости Божией. У вас есть форма, деяние, но у вас нет веры. Он говорит, я богат. Я христианин, и все у меня хорошо. Бог же ему говорит, а ты нищ, наг, слеп. Продай все, что у тебя есть на этой земле и умри вместе со мною. Оставь все позади. Мнение семьи, друзей, детей. Умри для ветхого мира и воскресни для нового. И ты будешь богат со мною. Так что сейчас, если хотите этого, давайте помолимся все вместе. Отец наш небесный, мы благодарим тебя, что Евангелие понятно, кратко и ясно. Ты поселился в нас. Ты приносишь плоды любви в нас, которые мы хотим делиться с этим падшим миром. Ты то самое золото, которое есть внутри нас. Ты наше сокровище. Благодарим тебя, наш Отец. Благодарим, что ты нам так понятно все объяснил, что мы должны рассчитывать только лишь на Иисуса. Все остальное ты взял на себя. Отец, спасибо, что ты сделал веру такой простой и понятной. Нам не нужно взбираться на небо или спускаться в Тартар. Нам лишь нужно слушаться Слова Твоего, верить в Иисуса и креститься Его именем, чтобы Он пришел в нас и мы увидели Его. Отец, я хочу выделить свои приоритеты, я хочу приносить плоды, я хочу жить верой. Верой, что ты живешь во мне и ты принесешь плоды. оставить все свои усилия, упрямство и чувства позади себя. Я вверяю себя только лишь тебе. Отец мой, я благодарю тебя, что мы были крещены. Если же вы не крещеные, скажите Отец Небесный, я хочу креститься именем моего Господа Иисуса. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.